всем привет сегодня вот так необычно начинается наш с вами эфир всем привет привет из израиля из святой земли посмотрите какая красота я немножечко подожду пока все подключатся всем всем привет ну всем привет сегодня такой необычный урок я немножко опоздала поэтому я не буду занимать вашего времени постараюсь очень коротко ясно быстро и по делу всем всем привет сегодня наступает день 3 это муза этот день все называют этот день седьмого любовического рэбэ потому как в этот день его душа покинула физические рамки и соединилась со святым вот я сегодня провожу эфир с израиля с города аждот всем всем привет так вот этот день когда душа седьмого любовического рэбэ покинула ограничения вообще очень многие не понимают почему зачем вам нужен рэбэ да очень многие люди спрашивают зачем нужен этот рэбэ как бы в чем предназначение рэбэ в чем его функции задачи и однажды к рэбэ подошел человек с таким вопросом он говорит рэбэ а зачем вы нужны нам в чем ваше предназначение и рэбэ сказал что он рэбэ нужен для того чтобы поддерживать человека и чтобы как когда нахуй чтобы найти в человеке драгоценные камни до убрать весь этот мусор все эти плохие мысли и поддерживать конечно например очень многие там у меня спрашивают а как начать соблюдать с чего начать что нужно читать что нужно учить и самое наверное важное что я для себя я по себе да сужу я не родилась соблюдающей семье к сожалению я не родилась зная все все заповеди да и вот как как по моему скромному мнению очень важно для начала если мы хотим начать что-то делать начать соблюдать нужно найти поддержку нужно найти маш пию ту опору которая в трудную минуту а такие будут к сожалению которая поддержит которая поможет да когда очень много вопросов а это с чем есть а можно в этой кастрюле жарить а если я мясной ложкой покушала там йогурт да то есть любые любые если есть какие-то вопросы должен быть человек которому вы можете и в 12 ночи не постесняться написать да то есть это та опора которая помогает идти дальше и рэбэ действительно был одним из он был огромный огромный мошпия для нас всех да он очень-очень старался поддерживать находить очень-очень хорошее в каждом с чего мы видим что я бы находил в каждом что-то хорошее дык рэбэ пришла мама с сыном и знаете как любят иногда моя мама по крайней мере точно очень любила так сказать моя дочка там получила там плохую оценку и так далее так вот эта мама она начала жаловаться рэбэ что вот мой сын он плохо учится он не слушает нас родителей вообще куда он катится и рэбэ так посмотрел на мальчика и говорит ему это правда ты что действительно не слушаешь родителей мальчик такой нет не слушаю рыба говорит хорошо это правда что ты плохо учишься в школе да это правда и рыба улыбнулся и говорит родителям посмотрите посмотрите какой у вас сын он такой честный он не обманывает посмотрите что в нем хорошего да то есть несмотря на слова родителя несмотря на то что ему так прорекламировали этого мальчика, он всё же нашёл в нём хорошее. И так мы должны тоже брать с этого пример и тоже находить в людях что-то хорошее. Вот, я немножко объяснила, зачем нам Рэбэ, да, что это как такая опора для нас всех. Более того, если мы сейчас посмотрим, скажите, есть ли Бейтхаббат в Китае? Есть. Есть ли Бейтхаббат в Африке? Есть. Есть ли Бейтхаббат, не знаю, как это? Есть ли Бейтхаббат, в общем, в любой точке мира, где вы не посмотрите, напишите там, Бейтхаббат, Банконг, это так, Бейтхаббат на Кипре, Бейтхаббат в Аждоде. Где вы не посмотрите, везде есть хаббатские синагоги, хаббатские заведения, которые построили посланники Рэбэ, да? То есть Рэбэ им сказал поехать туда, куда надо, и заняться распространением еврейства. То есть целью жизни Рэбэ было как можно больше, чтобы евреев приблизилось к Торе, как можно больше, чтобы евреев начали понимать, да, суть вещей, ускорять приход Машиха. Да, именно поэтому тысячи посланников по всему миру я благодаря таким посланникам и пришла к своим, да, истокам, и пришла к пониманию, что мне нужно делать в этом мире и так далее. И, наверное, завершить я хочу, потому что у меня уже малыш плачет, и завершить я хочу, что Рэбэ оставил, ну, скажем так, он сказал, что есть 10 мефцов, которые важно-важно, чтобы еврей выполнял. Это такие, как зажигание шабатних и праздничных свечей обязательно. Это, чтобы в доме были святые книги еврейские, да, чтобы человек развивался, читал, учился и делился, конечно, этим с другим. Это дздака, это благотворительность, да, это помощь ближним. Это Ават Исраэль, любовь к ближнему. Конечно, это большой труд и большая работа над собой. Это обязательно, чтобы в доме была мезуза. Это хорошее еврейское воспитание для наших детей. Это изучение Торы, постоянное, да. Кстати, то, что мы проводим здесь на Ваикра, мы с вами здесь встречаемся, это уже изучение Торы, поэтому мы уже выполнили эту заповедь изучения Торы. Вот, еврейская семья, то есть, чтобы делать хупу и чтобы оба были евреями. Кашрут, мы помним про разделение молочными снова. В общем, нужно изучать эту тему. И для мужчин это тфелин. Ребе даже создал, как такие мефцуем танки, которые, в общем, люди выходят на улицу с тфелинами и одевают всем желающим евреям. Вот, вот такой у нас сегодня день. И я еще раз вам покажу немножко израильских видов. Посмотрите, какая красота, это ваш доди. Вот, вот такая красота. Всем спасибо большое-большое за эфир. И, как говорится, всех поздравляю с этим, с таким у нас как праздник, да, небольшой. Всех поздравляю с Гимель-Тамузом. И желаю хорошего вечера. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok